29 января 2024 года, Кронверский проспект, дом 7. Голубая мечеть. Соборная мечеть в Санкт-Петербурге. Немножко ракурсный дачный, но по-другому сложно снять. Мечеть строилась с 1909 года по 1921 год. В 1921 она была торжественно открыта, то есть закончена строительство, включая внутреннюю отделку. Вот она. Но вопрос строительства мечети в Санкт-Петербурге стоял давно, со времен завоевания Крыма, или даже раньше, когда мусульмане появились в Российской империи. Думали, собирали деньги, выбирали место. Но в итоге денег так особо и не собиралось. Но в итоге Бухарский мир в 1909 году дал денег, еще там несколько предпринимателей, и эту мечеть построили. Стало это возможным после революции 1905 года, когда там стали более военно ко всему этому делу относиться. Это такая отделка. Соборная мечеть или Голубая мечеть. Сейчас здесь проходят различные мероприятия. Вот даже Голубей кормят. Туристам сюда тоже можно заходить. Мечеть, конечно, небольшая. Не такая, не такие, как в Узбекистане. Или в Баку я видел. Но тем не менее, здание красивое. Сегодня 29 января 2024 года. Сейчас вход закрыт. Внутрь не попасть сегодня. Ну, пишут, что только в составе организованных групп согласования с администрацией мечети. Что-то здесь с обходом сегодня не так. Еще раз. Вот она мечеть. Солнышко немножко мешает. Минореты. Голубая мечеть. Санкт-Петербург. На табличке, кстати, там было 909-й, по-моему, 912-й год. Но, хочу сказать, что строительство этапами проходило. Не все сразу построилось. И все-таки отделку мечети завершили в 1920-м, 21-м году, когда и было официальное открытие этой мечети. Праздники здесь, конечно, очень много мусульман. Даже перекрывают движения. Ну, а сегодня здесь тихо. Вот солнце за спиной. Наверное, самое лучшее ракурсы не найти. Мне очень удобно. Она стоит 29 января 2024 года. Петроградский остров. Голубая мечеть.